Государственный контракт на строительство в Севастополе больницы скорой медицинской помощи подписали представители Ростеха и правительства города. Проект будет выполнять дочерняя компания госкорпорации РТ-Соцстрой. Соглашение подписали директор департамента капитального строительства правительства Севастополя Илларион Гапиционов и генеральный директор компании РТ-Соцстрой Александр Колотов. В торжественной церемонии участвовали временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев и генеральный директор Ростеха Сергей Чемизов. Михаил Развожаев отметил, что больница скорой помощи это первый этап в создании современного медицинского кластера. Благодаря возведению медучреждения в городе появится более 1200 новых рабочих мест. Корпорация будет реализовывать весь проект, а это еще и онкологический центр, инфекционная больница. Это целое комплексное современное медицинское учреждение, которое появится в Севастополе, оборудованное современнейшим оборудованием. У корпорации Ростех сегодня есть все компетенции, возможности не только строить, производить под ключ современнейшее медицинское оборудование, производить его шеф-монтаж, поэтому такой надежный эффективный партнер нам был просто необходим для реализации этого долгожданного для города проекта. Современное здание из пяти корпусов площадью около 55 тысяч квадратных метров построят на участке почти в семь гектаров. Больница будет рассчитана на 470 коек и 200 посещений в смену. Количество этажей у корпусов будет разным от трех до восьми. Всего в больнице рассчитывают оборудовать пять блоков – операционный с приемным отделением, диагностический, лабораторный, стационар и пищеблок. Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов пообещал, что при строительстве современной больницы будут использованы лучшие инженерные и технологические решения. Я надеюсь, мы в кратчайшие сроки и качественно построим большую больницу скорой помощи, которая будет оборудована нашим российским медицинским оборудованием, извините за тавтологию. Кстати, большинство приборов, которые будут там размещены, изготавливаются на наших предприятиях. Больницу скорой медицинской помощи построят в рамках федеральной целевой программы. На эти цели из бюджета выделено 7 миллиардов 580 миллионов рублей.